Пятый слет органов ученического самоуправления «Детство без границ» прошел на базе Центра детского творчества «Темп». Основной целью этого события стало стимулирование творческой и общественной активности лидеров. Участниками слета стали лидеры ученического самоуправления образовательных организаций, отвечающие за работу секторов. Президент органа школьного самоуправления, школьная СМИ, культурно-досуговая деятельность, здоровый образ жизни, спортивная работа, шефская волонтерская работа. В работе слета приняли участие Эльсам, средняя школа номер 3, поселка Эльбан, Совет старшеклассников, средняя школа номер 2, города Амурска, Республика Шкир, средняя школа номер 3, города Амурска, Совет старшеклассников, основная общеобразовательная школа номер 5, города Амурска, Центр гражданских инициатив, средняя школа номер 6, города Амурска, Совет старшеклассников, средняя школа номер 9, города Амурска. Кто же такие современные лидеры? Чем занимаются? Чем живут? Участники слёта представили творческий отчёт органов ученических самоуправлений о проделанной работе. Мы делимся на центры. Я отвечаю за центр информации и печати. Наш центр издаёт газету «Школьная перемена». Печатает статьи на старшем школе, украшает стенд. Я за культуру и досуг. Мы проводим самые зажигательные мероприятия. Я ответственная за науку и образование. Мы поддерживаем интерес к науке, проводя различные мероприятия, а также 10 минутки. Мой центр – здоровье и спорт. Он связит с физическим состоянием учеников, поддерживает здоровый образ жизни, а также проводит зарядки. Ну а мой центр – шеф для помощи. Мы – волонтёры. И вместе мы образуем систему самоуправления. Открывай скорее нам дверь. Наши силы, ты поверь. Вас приветствует волонтёрский обряд «Умера». Наш девиз – собирай добро по купинкам, по частицам, по малым блинкам. В сундуке, как скупец и храню, собирай и вновь раздаю. Перед активистами с приветственным словом и пожеланием плодотворной работы выступили Елена Рязанова, главный специалист управления образования Амурского района, и Елена Гонзюкова, начальник управления образования администрации Амурского района. Мы гордимся тем, что сегодня вы у нас есть. Это действительно так. Потому как вы у нас сегодня полноправные участники педагогического процесса. В любой школе, в любом образовательном учреждении мы говорим о том, что должен быть треугольник. Педагоги, родители и учащиеся. И этот треугольник, он должен взаимодействовать. Вот у нас это с вами получается. Примером может служить то, что мы вас приглашаем на августовские совещания. Примером может служить то, что вы сами присутствуете, многие из вас присутствуют на педагогических совещаниях. Вы у нас самые лучшие, креативные, и мы на вас надеемся. После торжественной части началась настоящая интеллектуальная, творческая и очень интересная работа в группах. Лидеры ученического самоуправления посетили мастер-классы и практикумы, освещение школьных событий в СМИ города, досуг, права соблюдения нарушения и защита, здоровый образ жизни и спорт, волонтерство. Мы пообщались с ребятами на мастер-классе, связанном с культурно-досуговой деятельностью. Вот со стороны выглядят, как будто дети портят журнал. Что на самом деле происходит в создании стен газеты, полностью творческий процесс. Они здесь выполняют стен газету на тему, как мы участвовали в конкурсе, как участвовали в слете. И с помощью метода случайных вырезок, газетных статей, картинок, они придумывают сюжет. То есть это своеобразный даже мозговой штурм у них сейчас происходит. Команда разделена была на пары. Каждой паре выдано задание, которое проходило в рамках конкурса «Амурсам-2016». Конкурс дистанционный, специально созданный для ученического самоуправления. Вот если из этих конкурсов взять, одна пара у нас пишет эссе, вторая выполняет кроссворд, создает о лидерских качествах. Еще одна пара выполняла тест по ученическому самоуправлению. И вот у нас самая активная, которая уже подсоединилась еще, присоединилась пара, выполняет стен газету. После этого состоится защита итогов каждой работы. Достойным финалом мероприятия стали вручения свидетельств участникам слета и деловая игра «План к действию». Приходится только удивляться тому, как быстро ребята из разных школ нашли общий язык. Не было ни одного равнодушного лица. Организаторы слета надеются, что пройдет не так много времени и участники слета, но соберутся решать проблемы самоуправления в образовательных учреждениях города и района. Хочется верить, что энтузиазм ребят не иссякнет, и они вынесут его во взрослую жизнь. По итогам слета лучшим органом ученического самоуправления за 2015-2016 учебный год признан Эль-Сам. Средняя школа номер 3, поселка Эль-Ван. Поздравляем ребят! Поздравляем ребят!